Христос Воскресе! Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим и поразмышляем о Божьей Матери. Царица моя, Преблагая, Надежда моя, Богородица, Приятелище сирых и странных Предстательниц, Скорбящих радости, Обидимых покровительниц, Именно так обращается к Божьей Матери простой люд. Потому что у сирот, бедняков, бездомных, странников И у больных, ожидающих исцелений, Кроме нее нет другой защиты. Вступая в трудные дни мирового кризиса, Мы часто ощущаем себя беспомощными, Раздавленными, растерянными. В такие моменты мы не только немощные, Бессил, но и странники. Не знаем порой, куда идти. И поэтому взываем к Богородице. Помази мне, яко немощно, А корми мне, яко странно. Эта молитва поется из сердец Всех поколений православных и народов, Словно она стала Всеправославной народной песней. Обращаюсь к тем, кто оказался сейчас В безвыходной ситуации. Всем сердцем взывайте словами Этой молитвы к Богородице У чудотворного ее образа Жировического. 20 мая На наступающей неделе День празднования этой иконы. 550 лет назад Она явилась пастухам на груши в лесу, А 500 лет назад На месте ее второго обретения Была основана обитель, Ныне Свято-Успенский Жировический мужской монастырь. Полтысячи лет Обитель Пресвятой Богородицы Является центром Духовной жизни Белой Руси. Благодаря Каменной иконке Размером меньше ладошки, Но прославленной По всей Святой Руси И даже в Италии. На площади Мадонна де Мунти в Риме В алтаре Греко-католической церкви Святой Сергия Ивакха Находится икона Божией Матери, Которую называют Мадонна Дель Паксола, Что дословно переводится Мадонна с пастбищем Или Мадонна-живительница. Она была обнаружена В 1718 году При реставрации храма. Конечно, В плотной застройке Рима Не было пастбищ. А вот Старобелорусское слово Жир, Откуда свое название Получили Жировичи, Или, как теперь говорят, Вновь Жировицы, Означает Выпас Заливные луга По берегам Щары. С Жировицкой иконой Связана история Преодоления Скорбей И выживания Белорусского народа. Она была явлена Во времена, Когда строились Храмы оборонного типа. Храм был Неприступным Для любого врага И того, Кто посягал На отечество И того, Кто ополчался Против веры. Жировицкий монастырь Оставался православным До 1609 года. Но вскоре В нем появились Униадские монахи. А в 1613 году Безжалостный Пропагандист Униадства Иосафат Кунцевич Был назначен Его настоятелем. Но апогей славы С Жировицкой иконой Божьей Матери Пришелся На начало 18 века, Когда Она была Коронована По католическому Обряду. Униады В то время Смотрели на Запад. После раздела Речи Посполитой Взгляды уже Были устремлены На восток, В том числе Благодаря Деятельности Митрополита Иосифа Семашко. В 1839 году Он прибыл Из Санкт-Петербурга В Жировичи, Чтобы Возблагодарить Божию Матерь За ее Помощь В святом Деле Воссоединение Униатов С православием. В этой Обители Духовенство Подписало Акт О Воссоединении В монастыре Возродилось Православное Богослужение. А далее Жировицы Спасли Православие И в годы Атеизма. Уже на Моей памяти Митрополит Филарет, Ныне Почетный Экзарх, Привозил Туда Все Иностранные Делегации Показывая Гостям Главную Святыню Страны И заодно Убеждая, Что Советские Граждане Имеют Свободу Вероисповедания. Такой имидж В Советской Республике Был необходим На международной Арене. И это Предотвращало Попытки Закрыть Обитель. А возрождение Православия Уже в Суверенной Беларуси Также Имело Свой Штаб В стенах Жировицкого Монастыря. Здесь Была Возублена Работа Духовных Школ Учебные Процессы. Здесь Проводились Международные Встречи И конференции По вопросам Религии. В стенах Обители Подвязались Люди Святой Жизни. Иеромонах Иероним Ковал Архимандрит Серафим Жировичский Архимандрит Иоанн Маслов Схиархимандрит Митрофан Ильин Архимандрит Феодосий И много Других. Пройдя Такой Сложный Порой Противоречивый Исторический Путь Жировицкая Икона Объединила Белорусов Всех Христианских Конфессий В благоговейном Почитании Божией Матери. И если бы не Эпидемия, Мы бы все 20 мая Отмечали Юбилейные Торжества В Жировицах. Вновь бы Тысячи Верующих И паломников И пилигримов Поклонились бы Своей Заступнице. Хотя, Как говорится, Человек Предполагает, А Бог Располагает. И скажите, Кто нам мешает В этот день Вместе Обратиться К Богородице В молитве, Отвлекшись От важного Дела Всего на минуту. Ведь так важно Поблагодарить Пречистую За заботу О Белоруссии, За спасение Наших душ, Попросить Мира и радости, Веры и утешения, Исцеления И терпения, Вместе Попросить Помощи В наше Трудное Время. Каменный Борелье В Жировической Иконы Сохранился В целостности. Сохранился Несмотря на Время, Пожары, Разграбления, Смену Политических Режимов И конфессиональной Перенадлежности Обители. Возможно, Как знак Нам, Что времена Бывают Разные, Но вера Во Христа Сына Божьего Становится Краеугольным Камнем, Который Не дает Дому Упасть, Даже Когда Все Вокруг Рушится. Пусть И впредь Божия Матерь Молит Своего Сына О нас, О нашей Стране, О Белой Руси, О Триединой Руси, О всем Мире И подает Великую Свою Милость Просящим Через Святую Икону Прославленную В Жировичах. Яко Не Имамы Иные Помощи Развитие Тебе Ни Иные Предстательницы Неблагие Утешительницы Токмот Тебе О Богомати Яко Да Сохраниши Ны И Покрыеши Во Веки Веков Аминь. Редактор субтитров Корректор А.